Здравствуйте, Накрасьте! Меня зовут Анна Кравченко и вы на моем канале. Если вы бровист, у вас 100% когда-либо была такая ситуация, что вы покрасили брови, а волос хотелось бы сделать немножечко светлее. Либо к вам приходил клиент, который говорил, что ой, мне перетемнили брови, сделайте мне их светлее. Раньше я рассказывала, что мы не феи и химический искусственный пигмент никаким образом мы не можем растворить, да и расщепить в бровях. То есть, если мы говорим о осветляющей пудре, то осветляющая пудра осветляет только натуральный меланин. Но ничего не может сделать с химическим пигментом. Но это было до настоящего времени. Сейчас мы сделали очень классную штуку, которая называется DECOLOR, и с помощью которой вы можете легко убрать химический пигмент. Ну что, я вам сейчас покажу. Все, поехали! Для того, чтобы показать, как работает DECOLOR, нам изначально нужно сделать нежелательное окрашивание, а именно перетемнить волосы. Для этого мы возьмем прядь натуральных волос и замешиваем краситель. Возьмем темный-темный цвет, такой насыщенный коричневый, айси холодный. Нам нужно много краски, чтобы покрасить, хорошо прядь. И стойко же замешиваем окислителя. И теперь прокрашиваем плотненько, чтобы мы получили темный-темный цвет. Волосы поистые, очень быстро впитывается туда краска, поэтому нам даже не хватило того, сколько мы замешали. То есть замешаю еще. Чтоб максимально у нас все пропиталось краской. И теперь мы ждем 10 минут. Дальше я смываю и высушиваю. И вы увидите, какой насыщенный цвет у нас получился. Перетемнили мы бровь. И теперь нам нужно сделать волос светлее. Для этого мы берем DECOLOR. Смешиваем первую эмульсию и вторую. Один к одному. Мне здесь нужно достаточно много, потому что у меня очень пористый волос и длинный. Для бровей, понятное дело, что вам нужно будет намного меньше. И теперь все смешиваем. Мы оставим часть контрольной пряди. И вторую прядь нанесем DECOLOR. Я не на все буду наносить, только на половину, но так же будет видно результат. Хорошо, чтобы у меня вся прядь была в составе. Уже на самом деле начинает быть видно, как постепенно светлеет цвет. В зависимости от необходимого результата, время выдержки от нескольких минут, 2-3, до 10-15. В зависимости, какое количество пигмента вы хотите снять. Но в среднем это получается 5-6 минут. То есть 15, это если у мужчины были осветленные брови, их покрасили черной краской. Но вряд ли такое будет. Но мало ли, всякое бывает. Ждем с вами 5 минут. Нам даже понадобилось меньше времени, всего 3 минуты. Мы смыли химический пигмент до красивого коричневого цвета. Больше я не хочу смывать, чтобы у нас осталась красивая коричневая прядь. Так же, как и в бровях, когда смываете химический пигмент, хочется, чтобы волос остался коричневым. И я сейчас смой и покажу дальше, как из теплого сделать холодный. Я специально сняла искусственный пигмент, настолько, чтобы у нас цвет прям был такой насыщенный, теплый. Если бы мы сняли его раньше, деколор, тогда бы цвет был более такой коричневый, шоколадный. Мы дождались, пока он станет теплым, чтобы я вам показала, как же можно сделать такой цвет холоднее. Поэтому я сейчас отделю половину теплой пряди. То, что нам не нужно, мы завяжем резинкой. И теперь на нашу прядь добавляем просто окислитель наносим. Обычный окислитель с системой Smart Brow Tinten System, либо также можно брать из гель-краски L. И сейчас на глазах просто прядь начнет приобретать более холодный оттенок. Почему это происходит? Потому что деколор дробит крупные молекулы цвета на более мелкие. И изначально лучше всего дробятся это холодные цвета. Когда мы наносим окислитель, молекулы краски, которые у нас остались, раздробленные, но мы их не смыли водой, они начинают снова восстанавливаться. Цвет уже начал темнеть, я вижу. Все. И можно смывать водой. Теперь вы знаете, что темные волоски бровей – это не проблема. И вы легко можете снять искусственный пигмент. А вот как снять пигмент с кожи, либо как смыть цвет с волосков, но оставить цвет на коже при окрашивании бровей, я вам расскажу в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok